здравствуйте друзья в этом уроке я покажу вам как использовать ретушь лица при использовании сцена render pass и вообще зачем это надо например у меня есть вот такая сцена с 3d моделями либо там с пленами с материалами текстурами в общем разными я хочу нанести лут так чтобы он нанесся не только на то что видит камера она абсолютно все включая там материалы 3d моделей или там пленов и так давайте начнем с добавления лута нажимаем плюс импорт color loot можно использовать разными способами но в данный момент это самый простой способ я вот импортировал color loot стандартными средствами спарка и теперь про кнопкой мыши нажимаю action и плату камера как видите когда мы импортируем так здесь даже настроек компрессии не там все автоматически без сжатия и вот создалась у нас такая цепочка как видите сейчас у нас лут применился ко всему на сцене как бы очень красиво смотрится прикольно так но как теперь добавить ретушь лица ведь мы использовали сценарь интерпас и просто вот добавить фэйс мыши и здесь регулировать ретушь к сожалению так нельзя здесь другой способ используется способ через патчи можно перейти в девайс и нажать здесь создать ретушь либо попробовать собственно выполнить этот способ фэйс мыши создать нажать материал плюс новый материал перейти сюда и шейдер тип выбрать ретушь он автоматически все перенесет на патч редактор и сообщить нам об этом нажимаем ok сейчас у нас такая картина непонятная на самом деле да что за красное лицо и давайте начнем работать с патчами во первых я бы девайс просто бы удалил с почти это раз камера текстура мы оставляем сценарь интерпас вот здесь фэйс мыши ретушь у нас вот здесь колор лут девайс и собственно лут ну пусть будет вот так и как видите сейчас в демо видео да на нашем превью у нас столько применен лут но нету 3d объектов и давайте посмотрим что у нас там среду и тоже нет по что ничего не соединено пока что поэтому давайте вот так вот сейчас возьмем ретушь вот сюда камера текстура просто отсоединяем далее текстуру подсоединяем сюда и видите что получилось ретушь нанеслась это сразу видно давайте даже просто вот нажмем пауза допустим 0 либо единица и full frame это также галочка ко всему либо только на лице оставить ну пусть будет ко всему довольно прикольно выглядит этот лут мне очень нравится это один из моих лутов ну и собственно как нам вернуть наши 3d объекты которые были вот рядом давайте создадим под фейс трекером нулевой объект и давайте посмотрим какой у нас фейс мыш вот второй создает ретушь значит второе мы не трогаем он остается просто нулевой и первым и в нулевой объект добавляем типа группа объектов получилось и этот нулевой объект вы выносим вот сюда и видите на поле сцен обжиг подключаем и все применилось у нас есть ретушь и давайте еще добавим сглаживание давайте нажимаем пауза и давайте я просто для большей наглядности увеличу как видите здесь у нас есть какая-то лестница дал такие вот переходы хочется и сгладить давайте в девайс перейдем и антиализм нажмем создать он в принципе все автоматически добавил как видим давайте restart play у нас стало очень гладко смотрите без без эффекта лесенки ну и чтобы просто для наглядности давайте где у нас тут интенсивность у нашего шейдера кстати мы очень легко можем создать здесь ползунок на лету шлица ну слайдер и создаете как бы готова вот но я хочу вот интенсивность просто сделать loop animation луп пауза и давайте поставим transition и здесь выбираем вместо вектора number то есть единичный вектор и здесь нам не к старту а прогресс к прогрессу и поставим мир и давайте поставим 3 секунды и у нас будет лут видите наноситься ну и исчезать плавно можно еще из синусоидную кривую поставить так будет еще прикольнее видите лут нанесся лут уменьшается и таким образом у нас получилось ну на всю сцену включая наши объекты давайте еще просто для наглядности я создам допустим вот такой цвет выберем flat только этот цвет смотрите чтобы не все применилось нужно добавить в нулевой объект и мы прям видим как даже вот свет видите как сильно меняется ну и собственно на этом урок подошел концу если для вас было это полезно ставьте лайки пишите комментарии и присоединяйтесь в наш чат разработчиков с паркар все ссылки в описании